6 мая 2012 года в Москве произошли массовые столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции. Очень многие граждане были избиты, некоторые до сих пор томятся за решеткой. Что же произошло тогда, в тот день? Сегодня, 22 апреля 2013 года в гостинице «Космос» в концертном зале подводят итоги общественного расследования. Дело 6 мая. Ирония путиноидов насчет того, что протест сдулся и на подведение итогов расследования придет человек 200, не оправдалась. Да и сама ирония нашего тараканища уже сродни страху. 22 апреля 2013 года в концертном зале гостиницы «Космос» на ВДНХ мест на всех, кто пришел, не хватило. Люди сидели в проходах. Те, кто не поместился в зале, смотрели и слушали прямую трансляцию в фойе. Всех интересовали выводы общественной комиссии. Кто же виноват в побоище на Болотной? И что делать оппозиции дальше? В чем заключается главная ошибка 6 мая 2012 года? Если она была? Конечно, была. Главная ошибка власти состояла в том, что она думала, что совершив преступление, она может напугать людей. Этого не произошло. А в чем заключается работа над ошибками у оппозиции? Хороший вопрос. У событий 6 мая были некие признаки. По первоначалу, то, что это были признаки готовящейся провокации, стало ясно только в результате нашего расследования. Но это полезный опыт. И, конечно, из этого опыта будут извлечены уроки для того, чтобы иметь возможность видеть подготовку к такой провокации на ранней стадии. Мы будем теперь каждый раз, и уже это делаем, каждый раз проверять, правильные соблюдения договоренности, которые были достигнуты. В точно ли все бумаги соответствуют тому, что есть на самом деле? Где находится уполномоченный от власти, уполномоченный от полиции, к которому должен быть контакт во время митинга? Вот все эти отсутствие всего вот этого привело к тому, что 6 мая колонна уткнулась буквально в оцепление. На самом деле никто из идущих в колонне не знал, по-настоящему не знал, что его встретят впереди. Работа должна быть проведена такая, чтобы на улицу вышло такое количество людей, чтобы их невозможно было разогнать. К сожалению, эта работа не очень ведется, если честно. Хотя сторонников, я уверен, в Москве, сторонников смены власти, реформ, я уверен, что порядка миллиона наберется. То есть нужно работать именно на эту идею. Собственно, все очень элементарно, когда на улицу выйдет хотя бы даже 300 тысяч человек. Это количество, которое возможно разогнать только с армией, с армией и стрельбой. Соответственно, власть будет вынуждена либо стрелять, либо идти на переговоры. То есть садиться за стол переговоров с оппозицией. Важно понять, что 6 мая со стороны оппозиции не было совершено преступления. Вот что главное. А власть, на мой взгляд, именно 6 числа, спровоцировав столкновение между ОМОНом и демонстрантами, совершила самое настоящее тяжкое уголовное преступление и должна нести за это ответственность. Поэтому ошибки – это ошибки, а преступления – это преступления. И вот здесь надо расставить все точки над их. Не предусмотрели возможности такой провокации, которая последовала. Но ее, наверное, невозможно было предусмотреть. Только в этом. Но вообще-то, так сказать, ошибок таких, которые можно было предвидеть, я не знаю. Какой может быть последней роковой ошибкой для власти? Ой, это сложный вопрос, конечно. Конечно, потому что, думаю, репрессии в отношении оппозиционеров, они прям такими роковыми не станут. Все-таки это должно быть что-то касательно всего народа, мне так кажется. Потому что пока по реакции людей я не вижу, чтобы так вот сильно мощно и массово выступали в защиту тех, кто сейчас находится под политическим давлением. К сожалению, опять-таки. Сегодня мы как-то вступаем в какую-то новую фазу. Я нисколько не сомневаюсь, что эта сраная власть во главе с упырем ничего не услышит, никаких мер не предпримет. Но то, что у многих это каким-то образом что-то всколыхнет, я в этом не сомневаюсь. Спасибо всем, кто сумел сделать возможным сегодняшний вечер. Общественная комиссия по расследованию событий 6 мая 2012 года пришла к однозначному выводу. Так называемые массовые беспорядки, имевшие место на Болотной площади в Москве, были инициированы Кремлем и властью. Впереди 6 мая 2013. В этот день оппозиция проведет свою работу над ошибками. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok